Привет, меня зовут Анжелика Гениатова, и я супружеский терапевт и когнитиноповеденчески ориентированный психолог. Я хочу вам сегодня рассказать про курс Фрэнка Датилио «Комплексная когнитиноповеденческая психотерапия супружеских пар». Совсем недавно я обнаружила его книгу, про которую, кстати говоря, записала обзор, а чуть позже узнала, что наша ассоциация готовит для нас чудесный сюрприз — настоящее знакомство с Фрэнком Датилио. Помимо того, что Фрэнк Датилио — фигура, во многом определяющая интеграцию семейного системного подхода с когнитиноповеденческим, он оказался очень приятным и весёлым человеком. Кстати говоря, он ещё 30 лет уже состоит в браке, что немаловажно для супружеского терапевта. Его выступления наполнены забавными шутками, различными весёлыми историями, благодаря которым важная информация попадает куда нужно и там же остаётся. Он вообще предлагает делать психотерапию весёлым мероприятием, потому что к нам очень часто приходят супружеские пары, семьи в тяжёлых переживаниях. Если мы будем позитивно их как-то на страве, это будет им только помогать. И важно сказать, что делает он это красиво, если можно так выразиться, бережно, с уважением. У него реалистичный подход, он искренне относится к людям, и его шутки уместны на самом деле. Чем наполнен видеокурс? Вначале он рассказывает о том, почему он вообще решил объединить системный подход с когнитиноповеденческим. И я его на самом деле очень понимаю, потому что когда я только пришла в когнитивный подход, я поняла, что всё это мы, в общем-то, делали так или иначе. Просто когнитивно-поведенческая терапия делает это лучшим образом, да, и это делает структурированно. Мы точно так же работали в семейке с когнитивными искажениями, с проблемным поведением. И здесь мы, конечно же, тоже с этим работаем. Естественно, он рассказал о том, что семейные терапевты сначала сопротивлялись этой интеграции, потому что у них была причина, почему они так к этому относились. Он об этом тоже рассказывает. К сожалению, сейчас тоже существует убеждение, что когнитивно-поведенческую терапию невозможно как будто бы использовать в семейной психотерапии. Но это совершенно не так. И он тоже развенчивает эти и другие мифы. Например, он тоже говорит про такой миф популярный, до сих пор популярный, часто встречается о том, что когнитивно-терапия — это неглубинный метод. И меня всегда удивляет, как неглубинный метод, ведь мы работаем со схемами. А схемы — это, если можно так выразиться, это некий план, жизненный план, который включает в себя глубинные убеждения, которые связаны с отношением к себе, к другим людям, к миру. Это какие-то стереотипы, то, что называется, социальные конструкты, которые мы впитываем с молоком матери, например. Мы растём в определённой культуре, и эти все какие-то убеждения, отношения мы перенимаем и автоматически потом их воспроизводим в своей жизни. И они могут быть деструктивными и неэффективными. Но, к сожалению, мы живём по этим схемам. Соответственно, каждой какой-то идее соответствует чувство и поведенческая стратегия. Всё это тоже включено в схему. И, например, если человек живёт с убеждением, что в мире всё только плохо, все умирают, какие-то одни катастрофы, то есть он будет чаще всего грустить, бояться, и это будет сказываться, естественно, на его жизни, на его отношениях с другими людьми в том числе. Понятие схем было обнаружено ещё у Аарона Бека, и Джеффри Янг расширил это понятие и создал схемную терапию. И комплексный подход, кстати говоря, опирается в том числе и на схемную терапию. И мы, естественно, делаем не только вертикальный срез, что называется, не только смотрим, а что же там было в детстве у наших клиентов, но и при необходимости остаёмся там и работаем. Если вдруг были обнаружены травмы какие-то, если у человека есть расстройство личности, это тоже глубинная работа, и обычно длительная работа. И к нам могут, и приходят такие супружеские пары, да, и он тоже приводит такие примеры, где необходима просто длительная работа. Ещё очень часто он говорит о том, что неважно даже, какие методы мы используем, а важнее, как конкретному специалисту удобнее работать, да, какие техники использовать, какие методы использовать, и что конкретно будет помогать вот этому конкретному, да, клиенту или супружеской паре в данном случае. И у каждого супруга свой набор схем, да, свой набор каких-то убеждений, представления жизни об отношениях, то, что в других подходах называется, например, сценарий отношений. Мы это всё перенимаем и неизбежно на автоматическом уровне воспроизводим в своей супружеской жизни, да, в своей паре. И как раз-таки в терапии мы исследуем, и Фрэнк тоже предлагает разные вмешательства, которые помогают осознать эти схемы. Например, ведение дневников, знакомый многим когнитивным терапевтам, да, но незнакомый многим другим специалистам из других подходов. Я думаю, что это точно обогатит вашу практику, если вы будете знать, как использовать дневники, как обучать, опять же-таки, да, каждого члена семьи ведению этих дневников, потому что они помогают выявить эти убеждения, глубинные убеждения. Он предлагает, в том числе, разные опросники, рассказывает о том, какие они бывают. И я думаю, что у нас тоже они скоро будут переведены на русский язык, и мы будем их включать в свою практику. Генограмма, конечно, тоже один из моих любимых инструментов. Это, конечно, большая работа, может быть, для клиентов, особенно если каждый супруг её делает, да, если ещё к этому подходить основательно. Но точно через генограмму, с помощью геносоциограммы можно обнаружить какие-то повторяющиеся модели поведения или схемы, опять же-таки, да, которые передаются из поколения в поколение. Фрэнк тоже напоминает, что, к сожалению, схема, как правило, влияет на человека таким образом, что он вычленяет информацию определённую, да, подходящую под схему, которая только действительно подтверждает и укрепляет существующую схему. Например, если партнёр смотрит на свою супругу, и у него есть глубинное какое-то представление о том, что она эгоистична и действует только исходя из своих интересов, то он на всё её поведение будет смотреть через призму вот этого убеждения. И очень важно это обнаружить и показать, да, и изменить это отношение к супруге. Конечно, обычно такие убеждения не берутся из потолка, да, они имеют под собой основания, и очень часто это травматичный опыт, детско-родительские отношения, как раз-таки с которыми мы тоже можем работать, да, мы можем отправлять супругов на индивидуальную терапию или как-то вести их параллельно с супружеской терапией. Он напоминает, что современный комплексный когнитивно-поведенческий подход учитывает все важные вещи, которые существуют в системном подходе. Он напоминает про Мюррея Боуэна, про Минухина, да, и структурную психотерапию. Он говорит, конечно, и про теорию привязанности, которая была создана Болби и расширена Мэрию Уэйнсворт. Опять же таки потому, что стиль привязанности влияет на формирование схемы. Например, было обнаружено в исследованиях, он тоже про это говорит, если у каждого члена семьи безопасный стиль привязанности, то это коррелирует с их удовлетворенностью в отношениях. То есть если у каждого члена семьи была безопасная привязанность, то они отмечают высокую степень удовлетворенности в отношениях. Работая с супружескими парами, мы и помогаем создать эту безопасную атмосферу, безопасную привязанность уже между ними. Кстати говоря, меня позабавило его отношение к таким терминам, как дисфункциональная семья и созависимая, да, или созависимый член семьи. Я думаю, что уже очень многим созависимость набила оскомину, и мне было очень приятно встретить единомышленника, да, человека, который точно так же с иронией и скептицизмом относится к этому термину. Видеокурс наполнен разными интересными примерами, и в том числе Фрэнк включает периодически ролики, где демонстрирует работу с парами. И первым таким примером была возрастная пара, это мужчина и женщина, которые очень долго вместе живут, и он назвал их хорошей парой, и предложил посмотреть нам и подумать, благодаря чему их можно назвать хорошей парой. Было очень интересно за ними наблюдать, как они взаимодействуют, какие у них есть трудности, как они с ними справляются. Это была весёлая такая консультация довольно-таки. И они делились секретом и успехом. В том числе, будет маленький спойлер, это научиться быть друзьями друг к другу и научиться выдерживать недостатки друг друга. Дальше Фрэнк очень подробно рассказывает о том, как он выстраивает работу с супружескими парами, какие техники он использует, как, в какое время, как он организует оценочную сессию, на что он предлагает смотреть, прямо на уровне поведения. Например, есть ли у супружеской пары негативные коммуникативные стратегии. Конечно, важно как можно раньше обнаружить измены, если они есть, зависимости, потому что это всё может отягощать работу, удлинять её в том числе, расстройство личности и что-то другое. Как с этим всем обходиться, он тоже рассказывает. Он, повторюсь, подробно рассказывает о том, как организовать оценочную сессию, какие вопросы задавать, что необходимо делать. И часто после этого он сразу встречается наедине с каждым. И здесь он напоминает, что мы можем попасть, мы, специалисты, психологи, мы можем попасть в непростую ситуацию. С нами могут разделить какую-то тайну. И что с этим делать, как обходиться с тайнами, он тоже рассказывает. Мы не можем просто взять и рассказать второму партнёру, например, про измену. Мы не можем взять и заставить рассказать партнёру второму, что существовало или существует измена. Хотя он говорит, что некоторые так и делают. в общем-то, но он так не делает. И он рассказывает пример одной пары, где, к сожалению, в какой-то момент, правда, муж обнаружил, что он был в сговоре с женой, и он знал, что она ему изменяет. И он был очень разозлён, очень расстроен. И он вообще был в ярости. И как поступил Фрэнк, как грамотно он подошёл к этому вопросу. Знаете, что он сделал? Хотя нет, я вам не расскажу, это будет второй спойлер. Сами потом посмотрите. Иногда кажется, что берёшь эту технику, используешь, и всё будет нормально. На самом деле, в реальности всё гораздо тяжелее, запутаннее, как правило. Работа с супружескими парами — это порой непростая работа. Он даёт подробное руководство по поводу изменения поведения супружеских пар. В том числе туда включены такие рекомендации, как наладить атмосферу, как наладить безопасность в паре, как благодарить друг друга, что сделать для того, чтобы укрепить близость, наладить её. В том числе, конечно же, он даёт коммуникативный тренинг. Стратегии говорящего, стратегии слушающего. Включает видеоролик, где тоже демонстрирует работу с парами и то, как он помогает им наладить коммуникацию. К сожалению, очень часто люди не могут договориться о чём-то, потому что у них на уровне коммуникации просто трэш. Они, унижая друг друга, критикуют, и договорённости так и не могут добраться. И он тоже делился тем, с какими трудностями он сталкивался и какие техники пробовал использовать для того, чтобы, например, партнёры не орали друг на друга. И приводит тоже такую историю забавную, как использовал он технику линолеума. И он приводит такую забавную историю, где рассказывает, как у него партнёры писали что-то на линолеуме, по-моему. И он от неё отказался, потому что один из супругов однажды отдубасил второго этим куском линолеума. И он создал свою технику. Назвал её блокнот и ручка. Просто. И он тоже демонстрирует в видеоролике, как пользуются у него супружеские пары этой техникой. Ещё, пожалуй, упомяну, что он говорит и про парадоксальные предписания в семейной системной психотерапии. Я изучала это направление чуть-чуть. Но он приводит, когда, в каких случаях мы действительно можем предписывать симптом. Например, приходит супружеская пара, всё время ругается, и мы можем предписать им прям ругаться. Но обычно это используется в крайних случаях. Мне интересно было встретить тоже мнение Фрэнка по этому поводу. Он говорит, конечно же, и про домашние задания, о том, как их важно делать. И он рассказывает, как он объясняет это супружеским парам, почему это важно делать. Работу с сопротивлением тоже преподносит. Говорит о том, как работать с сопротивлением, если оно возникает. И очень часто он рекомендует книжки. Это прям тоже мне нравится, потому что я любитель библиотерапии. Пожалуй, ещё скажу про модальности, с чем работает комплексный когнитивно-поведенческий подход для супружеских пар и семей. Это широкого круга проблем касается. Иногда это психообразование, например, как обучить члена семьи общаться правильным образом, взаимодействовать с другим членом семьи, у которого обнаружено какое-то расстройство. Например, биполярное расстройство, шизофрения или другое расстройство. Депрессия. Этот подход используется при терапии депрессии, если один из членов семьи болеет, если есть зависимости. В том числе его можно использовать, если присутствует психологическое или лёгкое, или средней тяжести физическое насилие. Смотреть становится приятнее, когда есть ещё дополнение презентации, где это всё дополнительно описано. В том числе в конце презентации можно обнаружить обзор, как можно интегрировать данный подход с другими подходами, которые работают тоже с парами и семьями. Тоже интересно было про это почитать мне. Но это ещё не всё. Теперь, после просмотра видеокурса, я жду настоящую встречу. Это вебинар, где я смогу и другие участники, другие мои коллеги смогут вживую познакомиться с Фрэнком Датилео и задать ему свои вопросы. Так что, надеюсь, я тоже вас там встречу. Мне приятно было подготовить для вас этот видеообзор. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!